Кенни Вич 47 лет, большую часть жизни провел в путешествиях и считал себя опытным самостоятельным исследователем. Путин отправлялся в одиночестве. Иногда компанию ему составляла его девушка Шерриан. Особой страстью Кенни были пустыни. Он изучал пустыню Мохаве, которая занимает значительную часть Южной Калифорнии, и пустыню Большого бассейна в штате Невада. Почти каждая экспедиция проходила по одному привычному сценарию. Кенни разбивал лагерь на несколько дней недалеко от интересующего его места. В основном это были пещеры, заброшенные шахты, гроты, ущелья, целые каньоны. Покидал он место ночлега рано утром и ближе к вечеру возвращался на ночь в свою палатку. Кенни не использовал GPS, компас или карту. Он чувствовал связь с пустыней, ощущал родство с природой и прекрасно ориентировался на местности. Но главная причина отказа от необходимой для каждого путешественника амуниции – это желание себя снова и снова испытывать, получать необходимую дозу адреналина, каждый раз идя на риск. Кенни называл себя безбашенным ковбоем. Он наводил на всех ужас своими рисковыми фото на краю обрыва или с ядовитой змеей в руках. Кенни обнаружил пещеру со странным входом, похожим на букву М. Пещера находилась в 11 километрах от военно-воздушной базы США в штате Невада, недалеко от Лас-Вегаса. Он нашел ее совершенно случайно, в очередном походе. На своем пути он встречал тысячи пещер, но это показалось ему особенной. Свой опыт Кенни описал в комментарии под видео на YouTube, в этом видео рассказывается о засекреченности как раз этого же района и о зоне 51. В Википедии зона 51 описана как военная база, удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс. Расположена она в США на юге штата Невада, в 133 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса. Предположительно, используется она для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения. Воздушное сообщение над зоной 51 запрещено. Секретность базы, само существование которой правительство США признало с большой неохотой, сделало ее предметом многочисленных теорий заговора. В особенности о неопознанных летающих объектах. Зона 51 относится к зоне военных операций Неллис. Хотя комментарии на сегодняшний день под видео отключены, скриншот оригинального сообщения Кенни есть в интернете. Это ничего не значит. Я занимаюсь пешими походами на длинную дистанцию. Однажды во время похода недалеко от авиабазы Неллис я нашел скрытую пещеру. Вход в пещеру напоминал идеальную букву М. Я всегда исследую обнаруженные пещеры. У входа в эту пещеру я ощутил вибрацию. Чем дальше я шел, тем сильнее трясло. В один момент я почувствовал дикий страх и помчался оттуда со всех ног. Это самое странное из того, что случалось со мной когда-либо. Других пользователей Ютуба этот комментарий не оставил равнодушным. Они начали писать Кенни. Многие, конечно, не поверили ему и требовали доказательств, а точнее видео из этой пещеры. Путешественник стал одержимым пещерой М и твердо решил вернуться и исследовать ее, погрузиться в ее глубины. За несколько дней до похода ему написали «Нет, не возвращайся. Если найдешь вход в пещеру, не входи, иначе не выберешься оттуда». Конечно, Кенни уже не мог не вернуться. Но он решил в этот раз подготовиться к своему путешествию более тщательно. Он даже вооружился 9-мм Ругером. После своего возвращения 17 октября Кенни опубликовал видео уже на своем Ютуб-канале. Это был видеоотчет его похода к таинственной пещере. По пути он описывал вход в пещеру, который так был похож на букву «М» величиной с человеческий рост. Описывал местность сотнями других пещер. Во время похода он встретил старую вертикальную шахту чудовищной глубины. Свою цель он найти не смог. Пещера «М» исчезла. В комментариях его называли обманщиком и выдумщиком. Писали, что и пещеры «М» никогда не существовало. Кенни сдаваться не собирался. Он объявил, что собирается отправиться туда в третий раз. Он предложил всем, кто не верит, присоединиться к походу с ним в этот район. Но никто не согласился. 10 ноября 2014 года Кенни Вич отправился в пещере «М» в полном одиночестве. Поход был запланирован на два дня. Когда срок истек, Кенни не вернулся. Родные и близкие запаниковали. Кенни был объявлен в розыск. Поисковики исследовали маршрут. Путешественника искали с помощью вертолетов. Командир Дэйв Каммингс вместе со своей поисковой группой нашел сотовый телефон Кенни, лежавший у входа в ту самую шахту, про которую рассказывал пропавший путешественник. Шахта была просмотрена, никаких следов Кенни не было обнаружено. Шерен, девушка пропавшего, позднее говорила. Телефон выглядел так, будто его просто положили на землю возле шахты. Кенни носил военные штаны, а у них очень глубокие карманы. Да, это странно, что больше ничего не было найдено. Ни спального мешка, ни рюкзака. Существует несколько версий о таинственном исчезновении Кенни Вича. Первое, пожалуй, самое невероятное. Место, которое так в последнее время интересовало Кенни, было изолировано. Чтобы добраться до него, необходимо преодолеть труднейший маршрут более чем на 10 часов. И это не случайно. Зона 51 и военно-воздушная база Нелис находятся в одном районе, хоть и между ними сотня километров. Ходят слухи, что на этой территории все пронизано секретными тоннелями для правительственных экспериментов. Один из таких экспериментов – это использование инфразвука. Инфразвук – это звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. Исследования показали, что низкочастотные акустические колебания, в том числе и инфразвуковые, продолжительностью от 25 секунд до 2 минут, вызывали у испытуемых ощущения вибрации грудной стенки. Кенни говорил именно про вибрацию. Может быть, он наткнулся на секретный правительственный проект и был ликвидирован. Вторая версия – Кенни, всегда игравшему со смертью, в этот раз не повезло. Он был укушен змеей или атакован горным львом. Но эта версия считается несостоятельной, так как, скорее всего, были бы найдены вещи Кенни. Он мог упасть в ущелье или провалиться в другую шахту, что более вероятно. Даже самые опытные люди могут нелепо погибнуть. Третья версия – это самоубийство. Шерриан придерживается именно этой версии. Она говорила. «Я видела, как его депрессия увеличивается из-за проблем с деньгами. У Кенни разваливался бизнес. Однажды он открылся мне и рассказал свою страшную историю. Его отец покончил жизнь самоубийством, застрелившись, когда Кенни было около 20 лет. Он нашел тело отца. Это было невероятным ударом для него. И он сказал мне, что если решит сделать это, то произойдет все вдалеке от дома. Никто никогда не найдет его тело». По статистике, наличие среди близких родственников самоубийц увеличивает риск суицида в несколько раз. Наследственный фактор суицида составляет от 30 до 50%. Основные причины. Первое. Генетическое. Включает проблемы с психическим здоровьем. То есть, суицид может наследоваться. А по образцам ДНК можно даже определить склонность к суициду. Вторая причина – сам факт самоубийства близкого, как тяжелое потрясение. После обыска дома было установлено, что пистолет и в третьем походе к пещере был с Кенни. История интернет-запросов показала, что Кенни недавно читал несколько статей о самоубийстве. Критика и недоверие могли оказать давление на и так шаткое состояние Кенни. Доказать существование пещеры ему не удалось. Он опять не нашел причудливый вход в виде буквы «М». Может, это единственное, что держало Кенни на плаву. Не выдержав, он застрелился. До этого Кенни, скорее всего, принял меры, чтобы скрыть свою судьбу в тайне. Он сделал это в том месте, которое нелегко найти. Местоположение пещеры «М» до сих пор не установлено. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...